Громкое дело об избиении ВИЧ-позитивной девочки взбудоражило весь Шимкент. На скамье подсудимых оказалась её приёмная мать. Женщина обвиняется в жестоком обращении с 8-летним ребёнком. Скандальный инцидент произошёл в июне этого года, когда с многочисленными ссадинами, ушибами, эрозией пальцев и стоп в Шимкентский медицинский центр «Мать и дитя» поступила 8-летняя ВИЧ-позитивная девочка. По её словам, на протяжении двух месяцев приёмная мать издевалась и била её. Об этом говорили и многочисленные синяки, гематомы на теле ребёнка. В качестве наказания женщина сажала девочку в ванну с холодной водой, куда насыпала раствор хлора, от которого на теле девочки появились ожоги. Иногда её целый день держали со связанными руками и плохо кормили. Эти ужасающие кадры разнеслись по всему интернету. «Я сплю в коробке на клеёнке без матраса, а кушаю хлеб с маслом и колбасой. Ещё салат». А это та самая приёмная мать. Она утверждала, что побои и ожоги – дело рук самой Анели. Так зовут пострадавшую девочку. Женщина скрывала своё лицо, потому что удочерила двух ВИЧ-позитивных детей. Но именно Анеля, утверждала родительница, превратила её жизнь в сущий ад. Всё потому, жаловалась она, что врачи скрыли от неё другой диагноз девочки – умственную отсталость. «Она себе хлор, специально, чтобы раны я всё время её мазала, обслуживала всё время, возле неё находилась. Она специально, я говорю, вот рана чуть-чуть заживает, она чуть-чуть вот так отрывает, чтобы я её обмазала, я её ухаживала, чтобы возле неё вот этой девочки, чтобы никакого внимания не осталось». От неполноценного питания ребёнка были в шоке даже врачи. Они боялись, что иммунитет девочки ослабнет ещё сильнее. К слову, травмы на теле девочки появились не вследствие ВИЧ-инфекции. У ребёнка вторая стадия, поэтому вирусная нагрузка небольшая, и никаких кожных заболеваний быть не могло, утверждали медики. Да и данные судебно-психиатрической экспертизы подтвердили, что показаниям девочки доверять можно, она адекватна. «При поступлении в состояние ребёнка было тяжёло за счёт симптомов интоксикации, за счёт симптомов интоксикации трофических нарушений, кожных покров, и при поступлении ребёнка в сознание был ребёнок, и истощён ребёнок, подкожный жировой слой на лице, на туловище, у неё было развито очень слабо. И при более гиперемированном коленном суставе, обе кисти рук и стопы». На июльской пресс-конференции президент Общественного фонда защиты детей от СПИДа Жанетта Жазыкпаева заявила, что эта приёмная мать всегда была примером для других. Более пяти лет назад женщина удочерила девочку с диагнозом ДЦП и ВИЧ, а через несколько лет взяла под опеку ещё одну. Как оказалось, дочерей приёмная мать воспитывала одна. Не было у женщины и постоянного места работы. Единственным средством к существованию стали детские пособия. «Женщина получает пособия по инвалидности на обеих девочек и компенсации из местного бюджета на каждую по 20 с лишним тысяч тенге ежемесячно. Кроме того, в 2006 году приёмная мать умудрилась получить и единоразовую компенсацию из фонда в размере полтора миллиона тенге. Лично моё мнение, она специально брала ВИЧ позитивных детей, чтобы получать пособия. Сама женщина за свои 51 год никогда нигде не работала». Тогда по данному факту в отношении приёмной матери полицейские возбудили уголовное дело по статье 137 «Ненадлежащее и жестокое обращение с детьми». Следователи рассматривали вопрос о возбуждении дополнительного уголовного дела. «И не исключается вероятность того, следователями Елишинского отдела, что будет возбуждено дополнительно уголовное дело по статье 126 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Это незаконное лишение свободы». По словам врачей, жестокое обращение с девочкой приёмная мать объясняла просто. Мол, такими гуманными способами женщина хотела избавить ребёнка от детского анонизма. Но медики такой диагноз не подтвердили. Прошло 40 дней, пока малышка набрала вес и пришла в себя. «За вот этот период после лечения у неё эти раны затянулись. Ну, конечно, остались небольшие рубцы, но всё-таки сейчас, в принципе, вот эти раны её не беспокоят». «Кого ты нарисовала, а кого ты нарисовала?» «Кого ты нарисовала». Несколько дней в Шемкентском медцентре был наплыв посетителей. Жуткая история ВИЧ-инфицированной малышки тронула горожан. Они шли сюда с подарками для девочки. О прошлом все старались не вспоминать. Сама Аннеля домой возвращаться больше не захотела. «Здесь меня кормят. Мне здесь очень хорошо. Я больше не хочу к ней». Суд над приёмной матерью всё же состоялся. Первое слушание по громкому делу проходило в ювенальном суде 13 августа. Судебный процесс был закрытым, поэтому представители республиканских и местных СМИ дожидались участников скандального дела на улице. Возле здания. После окончания первого слушания стало известно, что заседание перенесли. Подсудимая заявила, что не доверяет своим адвокатам. На следующее слушание судья назначил женщине другого государственного защитника. «Я, например, как защитница детей с ВИЧ, буду защищать до конца девочку за жестокое обращение приёмной матери. Она не имеет права избивать ребёнка и терроризировать таким способом». Второе слушание по громкому делу началось спустя два дня. На заседание привели пострадавшую девочку. Она была в сопровождении своих законных представителей. Войдя в здание, девочка заволновалась и отказалась пройти в зал суда. Ребёнка всё-таки уговорили зайти в зал суда и встретиться с приёмной матерью. А вот журналисты участников процесса ждали на улице. Уже после слушания обе стороны отказались от комментариев. Они заявили, что судья запретил рассказывать о ходе судебного процесса до оглашения решения. «Суд сделал замечание, никаких комментариев до завершения суда». Скандальное дело длилось две недели, а после суд вынес приговор в отношении приёмной матери. Её взяли под стражу прямо в зале суда. «Вон, её крик слышите? Это она кричит». «Специализированный международный суд по Южно-Казахстанской области вынес приговор в отношении гражданки С. Она признана виновной по статье 107 части пункта А.Г. И назначена ей наказание 4 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима». Такого исхода приёмная мать не ожидала. Она до последнего была уверена, что приговор будет мягче. Ведь подсудимая продолжает воспитывать вторую приёмную дочь, у которой ВИЧ-статус и ДЦП. Однако содержится ребёнок в гораздо лучших условиях, рассказывают правозащитники. Теперь по решению суда обе девочки отправятся в детский дом, а их приёмная мать 4 года проведёт в колонии общего режима.